Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству современной российской писательницы и журналиста Надежды Ажгихиной. Надежда Ильинична родилась в Томске в 1960 году. В 1982 окончила факультет журналистики МГУ, позже стала кандидатом в филологических наук. Надежда Ажгихина является автором и редактором многих книг о культуре, гендерном равенстве и правах человека. Сегодня мы с вами обратимся к рассказу писательницы под названием «Ангел». В центре сюжета Виолетта Петровна, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Что же произошло? Давайте узнаем. Итак, Надежда Ажгихина «Ангел». Виолетту Петровну бросил муж, полюбил молодую, задастую и крудастую. Как только не пробовала его вернуть, ничего не помогло. Пришлось подписывать разрешение на развод и на раздел кооперативной двушки, которая прошла вся жизнь. А тут еще и болезнь, какой врагу не пожелаешь. Через три месяца новоиспеченная жена уже заметным пузом сама отвезла Виолетту Петровну в новое жилище, комнату в двухэтажном бараке с видом на железнодорожные пути в одном из подмосковых городишек. Некогда здесь стояла деревня, где якобы Анна Каренина бросилась под поезд. С одной стороны барака выселся забор интерната для глухонемых детей. С другой – его подпирала сауна, у которой днем и ночью сновал и шумел ушный народец. Путь к станции, из которой Виолетта Петровна отправлялась на работу в столицу, пролегала мимо этой сауны и свалки, где копошились бомжи. И Виолетта Петровна дожила от страха всякий раз, стараясь прошемгнуть побыстрее. Впрочем, надобность в поездках скоро отпала. В техникуме, где она проработала почти 30 лет, женщине деликатно сообщили, что при ее здоровье лучше дышать подмосковным воздухом. И вот однажды вечером Виолетта Петровна решила умереть. Забралась на насыпь, пекла щекой на рельсы и стала ждать. Прикрыла глаза, вспоминающиеся ли вы дни и годы, проведенные с мужем. Очнулась она от того, что ее грубо трясла огромная бабища, от которой несла перегар. — Уйди! — пыталась отбиться от нее Виолетта. — Дай спокойно умереть. — А пятьсот рублей в кармане забыла? — пропасила чудовище. — Вообще, это смертный грех. Бога побоялась бы. — А я в Бога верить не умею. И в жизни у меня ничего не осталось. Ни детей, ни мужа, ни работы. — Вот дурище! — нагрохотала трудным хохотом баба, замызганное тело грейки в кроссовках на восу ногу. — Детей у тебя еще будет целая куча. И мужа ты простишь. И толстозадую новую жену. И начальницу. — Откуда ты знаешь про мою жизнь? — удивилась Виолетта. Ангел шепнул. — На-ка, возьми вот эти очки. Наденешь и увидишь то, чего другие не видят. А пятьсот рублей мне все-таки отдай. За труды. Сунув Виолетте оправу, баба в тело грейки вскоре растворилась в темноте. Полежав еще какое-то время, Виолетта Петровна почувствовала, что замерзает. Поднялась, оправилась, нащупала в кармане оправу без стеков. А пятисотка, последняя, исчезла. У самого дома Виолетта услышала стон. Присмотрелась. Молодая девушка из тех, что в сауну приходили, с перерезанным запястьем, вся в крови. Привала к лапе дняжку в свою коморку. Скорую вызвала, сдала с рук на руки и тут вспомнила про очки. Недоверчиво водрузила на нос. И обмерла, увидев своего мужа маленьким мальчиком в слезах, которого покойница свекровь бьет линейкой по пальцам. Тот просит пожалеть, она все пуще замахивается. Увидела Виолетта и толстозадую новую жену худенькой девочкой-подростком, над которой в подвале какой-то хатой углумился грязный мужичишка. И директрису техникума, стоящую на коленях перед сыном наркоманом, тоже увидела. От жалости к ним перехватила горло. А вскоре совсем отчетливо увидела Виолетта, как на свалке рядом со всем. Двухонемой мальчик, торопясь затягивать петлю на тонкой шейке. Бросила очки, выбежала на улицу, забыв про хворь и страхи. Видит, и прям паренек под единственным деревом на ящиках балансирует. И веревка на шее. Паренька этого Виолетта тоже домой забрала. И упросила интернатское начальство оставить у нее на время. Те не возражали. Правда, довольствия не предложили. Так и потянулись дни. Виолетта выучила грамоту глухонемых. Начала в интернате подрабатывать сторожем, а потом и сурдопереводчиком. Занималась с ребятишками по программе своего техникума и разучивала любимые стихи. Ребятишки потихоньку перестали ходить к бомжам на свалку и подглядывать в саму. Весне трое из ее подопечных заговорили, а тот самый мальчишка, которого она из петли вынула, сам начал сочинять песни про подростковое житье. И та девчушка, которую Виолетта в дом встретила спустя год, приехала к своей спасительнице с мужем-лейтенантом по Гранбойск перед отъездом на Дальневосточную заставу. И не с пустыми руками привезла в подарок компьютер. В интернате компьютеры есть, но ребятишки любят тот, что у Виолетты. И придумывают новые игры, в которых действуют живые воспитатели, гастарбайтеры, полицейские бомжи и их собственные непутевые родители, которые все чаще тебя приезжают их навестить и поговорить с Виолеттой, у которой на всех находится и время, и доброе слово. Кому-то из них сейчас она уже не помнит, кому именно, Виолетта и отдала те самые очки без стеков. А красномородую тетку в телогрейке и кроссовках ногу-суногу она больше никогда не встречала. Но слышала, что какая-то бомжиха ходит по насыпи и подбирает отчаявшихся от самих петушков до первопрестольных. Вот такой интересный и светлый рассказ мы с вами прочитали. В центральной городской библиотеки Ильи Ломоносова есть не только художественные произведения Надежды Ашгихиной, но и ее публицистические работы, посвященные журналистике. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги, узнавайте что-то новое. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...